У девятилетней Миланы важный период в жизни. Она готовится к участию в международном конкурсе исполнительского искусства «Золотые таланты». Советы девочке дает известный скрипач Николай Саченко. Он научил правильным штрихам, это первое. Кантеление, это произведение, медленное произведение тянущее, и звук поправил. Лучше же сделать, как он просит, потому что так будет лучше для меня, и буду лучше играть. Николай Саченко входит в состав жюри конкурса «Золотые таланты». Дает участникам предварительные консультации. Но это не главная цель его приезда в Старый Оскол. Он провел урок для детей в рамках проекта «Класс от Маэстро» благотворительного фонда искусства, наука и спорт. Я думала, как бы лучше сыграть, но показать, что я умею играть на самом деле хорошо. Мастер-класс именитых музыкантов для детей из провинции – это поддержка молодых дарований, помощь на пути к мечте, мировым сценам. Мастер-классы проходят по различным направлениям. Это и пианисты, и скрипачи. И вот уже буквально на следующей неделе будет мастер-класс по виолончели. Благодаря сотрудничеству с фондом у нас появляется такая возможность видеть мастеров на сцене не только в качестве концертной игры, но и их профессионализм в работе с детьми, какие-то профессиональные советы, звукоизвлечения, штрихов, фразеровок. Проект «Класс от Маэстро» для староскольских детей стал уже потребностью. Сюда хотят попасть многие, а потому отбор строгий. В этот раз на урок Николай Исаченко попали 7 человек. Только трудолюбивые, целеустремленные, талантливые ребята. Я, честно говоря, приятно удивлен уровнем. Вот уже двоих учеников я послушал, и очень благоприятные впечатления на меня они произвели. Так что я думаю, что при должной самоотдаче и при желании, как всегда, это самое главное, все возможно, и потом продолжить, допустим, в Московской консерватории обучение. Вечером, когда занятия закончились, музыканты, родители и педагоги насладились исполнительским мастерством Николая Исаченко. Он выступил перед ними с концертом. Наталья Макурина, Евгений Игнатов. Такой день на мире Белогорье.